С возрастом, конечно же, изменяется скорость метаболизма. Скорость обмена снижается, и поэтому снижается чувствительность человека к изменениям температуры. То есть жар он чувствует больше, чем в молодом возрасте. Холод он чувствует тоже сильнее, чем в молодом возрасте. Холода – не повод сидеть дома. Как избежать переохлаждения и отморожений на сильном морозе, рассказала врач высшей категории, заведующая Центром здоровья Щелковской больницы Татьяна Колосова. Нужно помнить, что одежда, неважно, 10 градусов на улице или 25, одежда должна быть многослойная. Это касается и футболочек, свитеров, это касается и штанов, брюк. То есть надо, чтобы было как минимум два слоя, потому что основной теплоизолятор – это воздушная прослойка. В зимнее время года важно соблюдать осторожность, особенно при наличии хронических заболеваний. Холода – это же не повод сидеть дома, даже в пожилом возрасте. Это повод одеть красивый шарфик и прогуляться. Особенно если учесть, что у пожилых людей физическая активность, конечно же, снижается, а двигаться надо обязательно. Эти и другие рекомендации на самую важную тему – тему здоровья – можно получить на лекциях «Школы здоровья», которые проходят в нашем округе и соседнем Фрязино регулярно. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.